Время новостей на телеканале Север, в студии Василий Хтензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Еще 30 кв метров дороги на Ринмару-Синс готовы. Глава региона Юрий Бездудный лично протестировал третий этап первого участка трассы, а также проехал по зимнику. На повестке развития арктического туризма в Ненецком округе обсудили возможность привлечения в округ гостей из других регионов и стран. Точка музыки – точка развития. В молодежном пространстве появилась новая аппаратура. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявили у жителей Ненецкого округа за минувшие сутки. Такую информацию приводит региональное управление Роспотребнадзора. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 125 человек. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 130 человек. Из них стационарное лечение получают 27 человек, амбулаторное – 103. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 871 человек, близко контактировавших с заболевшими. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3271 человек. За прошедшие сутки – 4 пациента. В регионе зарегистрировано 85 летальных исходов от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпид-контроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, Оми и Ниси. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. Еще 30 километров дороги Наринмару-Синск готовы. Накануне глава региона Юрий Бездудный лично протестировал третий этап первого участка трассы, а также проехал по зимнику. Алина Ваучейская продолжит тему. Перед тем, как отправиться на третий этап первого участка дороги Наринмару-Синск, генподрядчик докладывает о ходе работ на объекте. Строительство идет с опережением сроков. Так, третий этап первого участка дороги введен раньше на два года. Осталось два участка. Один это участок ноль, так называемый, и второй это участок, состоящий из двух этапов, протяженность которого составляет 23 километра. Общая протяженность достройки у нас 300 километров. После участники рабочие поездки рассаживаются по автомобилям и направляются на дорогу. Итак, мы проехали по 12-километровому третьему этапу первого участка дороги Наринмару-Синск. И, в принципе, дорожное полотно достаточно хорошего качества. Средняя скорость движения порядка 90 километров в час. А сейчас мы поворачиваем на зимник. В этом году его протяженность 30 километров. И мы также проверим его качество. Зимник пролит, отвешкован. Дорога пока неровная. Это связано с малым количеством снега в тундре. На содержание задействовано 6 бульдозеров, 8 водовозных машин, 2 фронтальных погрузчика и другая техника. Всего 19 единиц. Доливать прекращать не будем? Доливать будете, наверное, всю зиму будете доливать? Всю зиму будем эксплуатировать и доливать, да. Ну, то есть, сейчас там первые еще две недели будем доливать вообще усиленно, пока не зальем. Самое главное, сегодня зимник готов, и мы его открываем. И люди смогут проехать. То есть, те, кто хотели выехать на Большую землю, к своим близким, родным, встречать Новые годы, Рождество на Большой земле, они смогут сесть на машину и выехать. Губернатор Юрий Бездудный проехал по зимнику на отечественной Ниве, а после осмотрел пункты обогрева для водителей. И здесь есть где заночевать в случае непогоды или поломки. Оценил глава региона и введенный участок трассы Нарин-Марусинск. Дорога новая, которую вот только что ввели, она, конечно, супер. Я, конечно, хотел бы проехать побыстрее, но движение ограничено скоростью 90 километров. Но покрытие позволяет ехать много быстрее. Ну, действительно, не заметает дорогу. Удивительно, что, несмотря на такие суровые погодные условия, она очень хорошо спроектирована и выполнена хорошо. Не заметает ее сугробами. Если вы обратили внимание, что даже есть переходы для оленей на этой дороге. Напомню, общая протяженность дороги на Нарин-Марусинск более 200 километров. Длина недостроенного участка на 2015 год составляла 80,5 километров. На начало 2020-го уже 50. Сейчас осталось положить 30 километров. Увеличить темпы строительства удалось за счет поддержки федерального центра в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Представители Росавтодора также оценили ход работ. Я впечатлен масштабами, как говорится, работ и тем, как подрядная организация организовала само выполнение строительно-монтажных работ. Поэтому мы видим, что работа ведет с опережением графика. И со своей стороны мы хотим тоже, как говорится, со стороны Росавтодора поддержать данный проект. Для того, чтобы уже по территории НАО закончить уже ближайший, как говорится, 22-й год и продолжить по территории Коми. И связать, как говорится, трассу с Сыктывкаром. Полностью завершить строительство дороги на Нарин-Марусинск планируют к декабрю 2022 года. Недострой, в котором так нуждаются дети. Если сад в микрорайоне Городецкий уже давно стоит без дела. Работы здесь приостановились около года назад. Согласно государственному контракту, если сад должны были достроить и сдать в эксплуатацию 15 ноября 2020 года. На сегодняшний день, по словам подрядчика, работы выполнены на 50%. К сожалению, его начал строить недобросовестный подрядчик, с которым мы расторгались по решению суда. Опять же, с нашей инициативы мы его занесли в реестр недобросовестных подрядчиков, поэтому он строить уже больше не может. Ну и, соответственно, сейчас идет, мы с ним судимся активно. В настоящее время суд назначил судебно-строительную экспертизу, которая должна показать два момента основных. Это первое, сколько денег реально потратил подрядчик на этом объекте. И второе, качество выполненных работ. То есть это строительный мусор, настройки, который надо сносить, рекультировать и строить заново. Или это нормальные конструкции, на которых можно достраивать. Вот поэтому ждем решения суда. После решения суда начнется процедура изъятия объекта и передача прав собственности. Конкретные сроки сейчас назвать не могу. Все зависит от того, какое примет суд решение. И под него будем уже подстраивать свою линию, так сказать, позицию. Но самое главное, в конечной точке, чтобы люди понимали, это будет достроенный детский сад для наших детей. Поэтому, так сказать, ну а уже, так сказать, стратегию, тактику будем выбирать, исходя из, ну, так сказать, обстоятельств. Контракт на строительство Ясли и Сада был заключен в январе 2019 года. Его стоимость составила 108 миллионов 600 тысяч рублей, из которых 36 миллионов 100 тысяч рублей – средства федерального бюджета. В Ненецком округе на стратегической сессии Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» и Департамента финансов и экономики обсудили развитие арктического туризма. Подробности у моей коллеги Натальи Дуркиной. Туризм в регионе активно развивается. За последние годы в этом направлении была проведена большая работа. В том числе при реализации мероприятий в рамках национального проекта «Комфортная городская среда», что позволило создать в столице Заполярья много привлекательных мест. Мы активно участвуем вместе с Центром развития бизнеса, с Департаментом финансов в реализации проекта по развитию туризма, по повышению туристической привлекательности. Как такую реперную точку, наверное, все обратили внимание, в этом году поставили туристическую карту на центральной площади, от которой, наверное, будем надеяться, будет развиваться какой-то туристический маршрут, туристический тропа, который можно будет пройти и ознакомиться с теми объектами или с тем видом и обликом города, который будет, наверное, для вновь приезжих будет интересен и привлекательным. Значимую роль в развитии туризма в Нинецком автономном округе играет событийный туризм. Такие брендовые спортивные праздники, как Бурандей, Семенхат Мерета, фестиваль «Корюшки» всегда привлекают много гостей. Мы хотим сегодня поделиться наработанным опытом по созданию туристического кластера в Нинецком автономном округе. На сегодняшний день в туристическом кластере уже порядка 65 участников. За три года его существования мы реализовали порядка 40 проектов. Из таких крупных проектов это сделано в НАО, гастрономический фестиваль, фестиваль «Корюшки» и подобные мероприятия. В условиях пандемии у россиян появился интерес к внутреннему туризму, в том числе и к арктическому. На сегодняшний день сложилась такая история в округе, что жители России начали больше обращать внимание на северные территории, в том числе и Арктику. И у нас появляются новые маршруты, новые вызовы для того, чтобы привлекать сюда жителей других регионов, чтобы обмениваться контактами, группами. Туризм потихоньку набирает обороты. По данным статистики, которую привела Татьяна Лагвиненко, в 2019 году округ с туристическими целями посетили 14 тысяч 950 человек, а в 2020 уже более 16 тысяч. Причем в этой статистике учитываются только те туристы, которые останавливались в гостиницах. Ведь именно в это непростое время все субъекты туриндустрии переориентировались лучше на российский рынок и, соответственно, на внутренний туризм. Многие россияне стали открывать для себя новые направления внутри страны. На передовой популярности, конечно же, Байкал, Алтай, Краснодарский край, но и Ненецкий автономный округ чаще стали посещать гости именно с туристическими целями. Ведь в регионах колоссальный туристический потенциал, и нам определенно есть что показать. От снежного сафари до древних дорог Пустозерия. Более 22 туров предлагает Центр арктического туризма для приезжих гостей. Сегодня у нас мероприятие, на котором мы обсуждаем вопросы, связанные с развитием туризма в округе. Собственно, мы будем презентовать деятельность нашего центра, расскажем о брендовых маршрутах, о мероприятиях, которые мы реализуем, ну и о проблемах, с которыми сталкиваемся не только мы, но и представители всей туристической отрасли нашего региона. Поэтому мероприятие очень полезное. Здесь присутствуют представители органов власти, представители бизнеса непосредственно, которые оказывают услуги туристам. Я думаю, что очень полезно будет всем пообщаться, обсудить какие-то общие проблемы и наметить конкретные решения. По итогам стратегической сессии был принят проект резолюции. Документ будет размещен в открытом доступе. Далее, с учетом мнений участников туристического кластера и жителей округа, будет доработан. Только после этого его направят органам исполнительной и законодательной власти для обсуждения и принятия конкретных решений. Наталья Дуркина, Антон Вдряков, Телеканал «Север». Межрайонная федеральная налоговая служба напоминает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам об обязанности изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи имеет важную роль для налогоплательщика. Именно с этим сертификатом налогоплательщики будут обращаться в налоговый орган, в том числе для сдачи налоговой отчетности. Очень важно отметить, что получить сертификат электронной цифровой подписи налогоплательщики могут, обращаясь в налоговый орган, бесплатно. Еще раз напомню о категориях. Это индивидуальные предприниматели, юридические лица, а именно сами руководители или лица в праве действовать по доверенности от юридического лица и нотариусы. Для получения электронной цифровой подписи при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, НИЛС и USB-носитель. Записаться на прием для получения документа можно через личный кабинет налогоплательщика. Более подробную информацию можно узнать по телефону 648-00. В выходные и праздничные дни в поликлиниках Наринмара и Центральной районной поликлиники Заполярного района будут вести прием участковые терапевты, педиатры и другие специалисты. В новогодние каникулы жители региона не останутся без медицинской помощи. Согласно утвержденному графику, обратиться к участковому терапевту или другому специалисту в Центральной районной поликлинике можно будет 3 и 6 января. Центральная районная поликлиника начинает свою работу с 9.00, когда у нас откроется регистратура и начнутся приемы таких специалистов, как педиатров, выйдут на работу терапевты, выйдет на работу хирург-травматолог, будет работать акушер-гинеколог, соответственно будет работать рентген-кабинет, будет работать лаборатория. При этом будет осуществляться обслуживание вызовов на дому. Вызвать врача можно, позвонив в регистратуру поликлиники. В населенных пунктах Заполярного района медики также выйдут на работу 3 и 6 января с 9 до 13 часов. В остальное время врача можно вызвать на дом. Что касается взрослой поликлиники Нарьенмара, то здесь прием будут вести участковый терапевт и травматолог. Ковидные бригады будут дежурить в прежнем режиме. Взрослая поликлиника в новогодние праздники будет работать 3, 6 и 8 января. Время работы будет с 9 до 13.00. Работать будет прием вести участковый терапевт и травматолог. Прием пациентов в детской поликлинике будет проводиться 3, 6 и 8 января. В эти дни будут принимать два участковых педиатра с 9 до 16 часов. Кроме того, в эти же даты ковидная бригада врачей будет осуществлять выезды к больным коронавирусам на дом для медицинского наблюдения. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Новый год с легким паром стал известен график работы общественных бань Нарьенмара в новогодние каникулы. 31 декабря с 14 часов будут работать все бани города. С 31 числа все бани работают в штатном режиме, с 1 по 3 выходные, 4 числа работает 1 баня, 3 и 4, 5 числа работает 2 и 3 бани, 6 работает 1, 2, 4, 7 во всех банях выходной и с 8 числа бани уже работают в рабочем режиме. Для посещения бани необходимо предварительно записаться по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Время сеанса в помывочных отделениях можно узнать на официальном сайте мэрии. Прачечная в новогодние праздники с 31 декабря по 9 января работать не будет. Точка музыки, точка развития. В молодежном пространстве появилась новая аппаратура. Средства на ее приобретение были получены из субсидии. Подробности у Катрины Тайбарей. Для молодежи округа уже с мая 2021 года есть пространство для развития и реализации своего таланта. По словам постояльцев репетиционной базы, создание данной точки очень важно. Анастасия Корчева, например, занимается вокалом с самого детства. А благодаря точке музыки нашла своих людей. У нас появляется группа, нам нужно где-то репетировать. Мы уже не одиночные музыканты. Соответственно, нужно место, куда мы могли собираться, где есть аппаратура. Это место очень важно в нашем городе. Ибо много творческой молодежи. Соответственно, нужно где-то заниматься, где-то развиваться. И это место прекрасно для этого подходит. Коллега Настя Глеб Хозяинов также занимается музыкой с детства. Благодаря поддержке родных юноша посвящает себя делу, которое ему нравится. Это все благодаря моей тете. Она заставляла меня играть, потому что у меня был такой жизненный период, когда я вообще не хотел играть на гитаре. Да, ну и, можно сказать, благодаря ней я сейчас тут. Молодой человек отмечает, что нашел свой коллектив благодаря фестивалю Arctic Wave и Неформат. Помню, он мне говорит, что вот есть точка музыки и будет фестиваль, Неформат. И я у него спросил, могу ли я там выступить. Он все узнал, и меня провели сюда. Ну, я репетировал тут пару дней и, собственно, выступил. И потом, когда у меня появилась группа, мы все вместе спросили, можно ли нам играть тут. Ну и вот играем. Под чутким руководством Нелли Христюк более 60 молодых талантов занимаются на репетиционной базе. Человек, который хочет попасть к нам, в нашу семью творческую, достаточно лишь написать мне в группе, ну, ВКонтакте, либо позвонить в молодежный центр, где я тоже работаю. И, да вообще, на самом деле, спросить у кого угодно, у любой творческой личности в городе Наринуар, в принципе, все меня знают. И напрямую мы уже свяжемся, поговорим о расписании, может быть, кто-то захочет играть в какой-то уже группе состоявшейся. Точка роста творческой молодежи не стоит на месте, а тоже развивается. В конце мая мы увидели, что объявлен конкурс департаментом здравоохранения Нейско-Автономного округа на получение субсидии, которая нацелена на профилактику асоциальных явлений, популяризацию здорового образа жизни. Приобрели необходимое оборудование. То есть это в большей степени музыкальное. Это и микшер, и микрофоны, стойки, то есть колонки дополнительные, которые не хватали. Мы распаковываем новый приобретенный миди-контроллер для написания музыки, диджей-музыки. То есть у нас сейчас есть пионер, большая такая махина, а есть вот такая маленькая штучка, на которую очень крутую музыку можно писать. А уже сегодня точка музыки перерастает в дом творческой молодежи. В перспективе здесь могут заниматься не только музыканты. Мы этот проект масштабировали и хотим сделать уже сейчас дом творческой молодежи. Он будет делиться на две зоны. Первая, это у нас тогда ставится точка музыки. И второе, это будет у нас каворкинг пространства, где ребята могут уже какие-то свои таланты в дизайне, в музыке опять же развивать. То есть многосторонне развиваться. Проект получил большой отклик у молодежи. Ремонтные работы проводят сами организаторы дома творческой молодежи вместе со своими гостями. Катерина Тайбрия, Антон Мудряков, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.